Я уже употребил такое выражение, такое понятие, как сделка, ее характеристики. И вот сейчас мы с вами поговорим о недействительности сделок, потому что в жизни это очень часто встречается, и это обстоятельство считается очень важным. Недействительные сделки могут быть ничтожными, абсолютно недействительные, и оспоримые, относительно недействительные. К ничтожным относятся сделки с пороком содержания. Это совершение с целью, противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и так называемые притворные. И сделки с пороком формы. Это сделки, в которых не соблюдаются письменные формы, предусмотренные законом или соглашением, не соблюдение нотариальной формы, не соблюдение требований о государственной регистрации. Ну и сделки с участием недееспособных. Тут даже комментировать нечего. Оспоримые, относительно недействительные. Это сделки с пороком субъекта. Ограниченное дееспособное лицо. Малолетние до 14 лет. Несовершеннолетние от 14 до 18. Или юридические лица за пределами правоспособности. Сделки с пороком воли. Это сделки, которые осуществляются под влиянием обмана, насилия или угрозы. И так называемые кабальные сделки. Тогда человек специально ставится в такие условия, при которых он вынужден пойти на эту сделку. В результате злонамеренного соглашения. И сделки гражданина, не способного понимать свои действия. В гражданском праве очень важное значение иметь такое понятие, как сроки. Исковая давность. Сроками называются периоды или моменты времени указанные события, неизбежные своим наступлением, с которым гражданское законодательство связывает наступление определенных юридических посредствий. Какие сроки бывают? Сейчас я предлагаю вам посмотреть на этот слайд и вместе со мной пройтись по его содержанию. Виды сроков. По способу установления. Законные, договорные, судебные. По назначению. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав и обязанностей. Защита гражданских прав и обязанностей. По степени определенности. Определенные, неопределенные. По правовым последствиям. Правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие. Наконец, по кругу субъектов. Общие и специальные. У сроков. Есть начало срока и окончание срока. Начало срока. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено начало срока. Окончание. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший и следующий за ним рабочий день. То есть выходной, праздничный день окончанием срока не может быть. Срок, определенный годами, истекает соответствующий месяц и число последнего года. 31 декабря. Срок, определенный месяцами, истекает соответствующее число последнего месяца срока. А срок, определенный неделями, истекает соответствующий день последнего срока недели. Следующим важным разделом, который мы должны с вами рассмотреть сегодня, обращаясь к гражданскому праву, это обязательства в гражданском праве. Слово обязательства очень часто встречается в юридической литературе в сочетании с другим словом. Обязательственное право. Обязательство, право, обязательственное право. Право, которое вытекает из обязательств. И право, норма которой регулируют эти обязательства. А что же такое обязательство? Обязательство это гражданское правоотношение, в котором одно лицо, как правило, должник, обязано совершить в пользу другого лица, кредитора, определенные действия, передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и тому подобное. Либо воздержаться от определенного действия, а кредитор, в свою очередь, в праве требует от должника исполнения его обязанностей. Из чего возникают обязательства в гражданском праве? Они возникают из договоров, односторонних сделок, актов государственных органов и органов местного самоуправления, судебных решений, причиненного вреда, неосновательного обогащения и другое. Исполнение обязательств. Обязательства прекращаются его надлежащим и реальным исполнением. Надлежащим субъектом, самим должником или третьим лицом по предложению кредитора. Надлежащий срок, точно к установленному сроку. Надлежащим месте, надлежащим способом и надлежащим предметом. Посмотрите внимательно на этот слайд и постарайтесь зрительно запомнить то, о чем я сейчас говорю. Теперь о видах обязательств. Какие бывают обязательства? Они бывают регулятивные, взаимные, главные, регрессные, личного характера. Они бывают охранительные, односторонние, дополнительные. Каким способом обеспечивается исполнение обязательств? Таких способов пять. Это залог, поручительство, неустойка, задаток и удержание. Я прошу вас во время самостоятельной работы вот эти пять понятий, залог, задаток, неустойка, поручительство и удержание рассмотреть как термины юридические и дать им соответствующее юридическое толкование, используя электронные образовательные ресурсы. Другим очень важным понятием в гражданско-правых отношениях является право собственности. Должен сказать, что право собственности важно не только в гражданском праве, в гражданско-правовых отношениях. Право собственности затронуто и в Конституции, не только нашего государства, но и других государств. Так вот, когда мы говорим о праве собственности, важно знать суть этого понятия, виды собственности и содержания. Право собственности – это право субъекта владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными главами по своему усмотрению и пределах закона. Собственность может быть публичной, может быть иной. К публичной собственности относится государственная – это, собственно, то, что относится к Российской Федерации, к субъектам Российской Федерации, к регионам, то есть субъектам Российской Федерации. Муниципальное – это городские поселения, сельские поселения. Виды права собственности. Оно может быть частное – это собственность граждан и юридических лиц. И может быть иная собственность. А в чем содержание права собственности? Оно вот в этой самой юридической триаде – владеть, пользоваться и распоряжаться. Владение – это закрепленная законом возможность фактически обладать вещью, иметь ее у себя. Например, автомобилем, квартирой, видеокамерой, компьютером, ноутбуком, смартфоном, айфоном и так далее. Пользование – это закрепленная законом возможность извлечения полезных свойств из вещи, которые я владею, путем ее производственной эксплуатации или лечеопотребления. Ну и, наконец, распоряжение. Распоряжение – это скрепленная законом возможность определения юридической судьбы моей вещи путем ее отчуждения, уничтожения, дарения, продажи и так далее. Я могу распоряжаться своей вещью, которая мне подлежит законно, по своему усмотрению, так, как я хочу. И запретить мне это никто не может, за исключением отдельных случаев предусмотренных законами. В гражданском праве, в гражданских правоотношениях очень важную роль играет такое юридическое понятие, как наследование. Под наследованием понимается универсальное правоприемство, то есть переход имущества умершего к другим лицам, его наследникам, в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Здесь важно иметь следующее. Для наследования очень важно время открытия наследства, а это день смерти гражданина, день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершего. И место открытия наследства. По общему правилу, последнее место жительства наследодателя, то есть умершего гражданина. Наследование может быть осуществлено в двух формах, либо по завещанию, либо по закону. Завещание – это односторонняя личная, нотариально удостоверенная сделка полностью дееспособного лица по распоряжению своим имуществом на случай смерти. А наследование по закону. В случае отсутствия завещания, его неполноты и признания недействительным, или смерть наследника раньше наследодателя, к наследованию призываются в порядке очередности его родственники. Прежде всего, переживший супруг, дети, родители, первая очередь, сестры и братья, бабушки и дедушки, вторая очередь, дяди и тети наследодателя, прабабушки и прадедушки, дети племянницы племянников, двоюродные правнуки и правнучки, пасынки, падчерицы, отчим, мачеха, нетрудоспособные иждивенцы, ну и, наконец, сама Российская Федерация. Если нет наследников, то таковым будет наше государство. Гражданское право выделяет такую категорию, как необходимые наследники. Это несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг, родители, иждивенцы, наследодателя, не могут быть лишены права наследователя, в том числе и завещания. Отдельно мне хотелось бы, и посмотрите вот на этот слайд, отдельно мне хотелось бы вам чуточку дать пояснение о договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Поскольку вы учитесь в высшем учебном заведении и уже в студенческие годы вам приходится участвовать в научно-исследовательских работах, которые, в общем-то, приносят вам не только признание и славу, но и определенный доход. Так вот договоры, не ОКР, а как их называют, это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы о создании и реализации результатов творческой и научно-технической деятельности, подразделяются на договоры на НИР, это фундаментальные прикладные научные исследования, договор на научно-исследовательскую работу. Договор на опытно-конструкторскую работу – это договор, направленный на разработку образца нового изделия и технической документации. Договор на технологические работы – это разработка по новой технологии производства. Как правило, договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ носит творческий характер деятельности. При этом необходимо соблюдать конфиденциальность о предмете и ходе исполнения тех работ, которые перечислены к договору. И еще одной важной особенностью является то, что риск невозможности достижения результата должен обязательно учитываться. Хотя крупные ученые говорят, что отрицательный результат в науке – это тоже результат. И если ученый не достиг своей цели, что-то исследуя, что-то изобретая, что-то анализируя и так далее, а в результате результат отрицательный, это не является какой-то бедой, потому что это тоже результат. И здесь важно иметь в виду такую составляющую, как право на использование результата. Вот это право может быть реализовано в соответствии с договором, если в договоре не установлено. Все права принадлежат заказчику в случае, если не установлено такое право. Исполнитель в праве использует результаты только для собственных нужд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok